всем привет с вами валдис я нахожусь в своей второй комнате в своей квартире вот мы уже натянули потолки сейчас будем клеить обои и дальнейшем мы переедем в эту комнату так как наша очень маленькая вот и здесь у меня будет в принципе съемочная студия ну и все тому подобное будет храниться при бомбасы потому что здесь есть балкон можно проводить опыты с дымом как вот было с фитильком он вонял потом на всю квартиру ужасно вот как сделаем ремонт все покажу от сниму для вас а а а Субтитры подогнал «Симон» Важно, перед каждым ремонтом убирайте все вещи сразу, а не когда сдирайте обои. Сегодня я хочу разрушить или наоборот оправдать один лайфхак. То есть, следовательно, я начал делать ремонт. Стало быть, мне нужно мгновенно, почти мгновенно снять обои. Суть такая, что когда ты одираешь обои, остается под обоями. Старые обои, вот такие вот, которые надо чем-то снять. В общем, суть какая? Взять воду, взять пульверизатор, либо тряпку, добавить в воду мыло, моющее средство, любое. И промакивать стены. Есть у нас вот такая кастрюлька. Здесь вода и феррик, моющее средство. Суть лайфхака нанести вот эту вот штуку всю на обои. Ну и ждем. Проверка лайфхака. Вот здесь уже была намочена стена. Была стена, мокрая. Все, вроде как все отваливается со мной. Ну да, в принципе. Ну блин, в принципе, когда она была сухая, у меня невозможно было подрать. Вот здесь вот. Вот так вот. А сейчас вот. Можно поставить этому лайфхаку плюс. Он работает. Что, ребята? Вот и подошел конец срок годности моих пломб, так сказать. Сегодня пойду к зубному. Давно не был там. Очень-очень давно у зубного. И, если честно, немножечко страшновато туда идти. Но надо, надо, надо. Это сначала страшно, а потом по кайфу. Пришел в больницу. Врачи супер. Произошли все мои ожидания. Даже не почувствовал. Вставочка СССРовская. Из разноцветного ложа стекла. Идеально прошло. В следующую пятницу опять пойду. Боялся больше. Одна стена готова. Устали все. Спотели. Душно здесь в комнате. Вот. Но когда будет все готово, будет очень круто. Мы уже это видим. Лайфхак для тех, кто делает ремонт. Оп. И весь мусор, который вы содрали со стен, вот так вот аккуратненько закручиваем. Перед этим открываете самые большие обои, чтобы вот так вот стелить. И потом вот так, чтобы загрязнуть. Все. Все. Дело идет к концу уже. Скоро закончим. Иду за машиной. Вчера менял масло. Обнаружил. Почему у меня бьет руль. Там оказывается грыжа здоровенная. И такая она непонятная. Вдоль колеса идет. Не шишечка, а прям пол колеса вздуло. Не знаю, как-то до лета доездить. Там уже заменю на летнюю резину, потом зимнюю куплю. Так, в общем-то, дела нормально. Как в бумере брошенная стоит. Жалко. Бастер, стой. Краску царапнули. Вчера снесло. Пойдем. А сегодня какое число? Не знаю, 21. 21 марта на улице вот у нас, на Урале вот так всегда. Вон Дашенька. Вон Дашенька. Шучу, не всегда. И побежали. Ага. Пошли просто. Метет. Что, с нами будешь ходить гулять? Я нет. Заведи машину. Сейчас заведу. Едем, значит, в Котов. Кушать вкусную еду. Стой, Бостон, здесь. Ну что, друзья, привезли мне стол. Пока вот в такой упаковке он. Вот. В общем-то, обстановка в этой комнате, в которую будем заезжать. Вот пока так. Вот этот хлам весь куда-нибудь денется. Это моя мама, она, как я говорил, уже с СССР закалки. Вот. Больше, говорит, такого не купишь нигде. И денег нету купить, почему-то она думает. Вот. Поэтому пока здесь стоит. Вот. Это уже удачно разбилось. Здесь были стекла. И то она, говорит, сейчас в ремонт отдам. Вот. Ну, соберу стол. Покажу конечное его состояние. Так сказать, конечную стадию. Вот. Ну и, в общем-то, на сегодня мой денечек будет закончен. Вот. Всем удачи. Ну вот так вот в конечном итоге все выглядит. Сейчас закреплю вот эти штуки. У меня нет отверточки с собой. Потом покажу, когда он в сложенном виде. То есть он складывается еще вот вниз. В принципе, я что не покажу. Вот. Вот. Получается вот такой столик. Маленький, журнальный. Удобный. Наверное. Как-то так. Долгожданный диван приехал. Вот занесли сегодня. Сейчас последние штрихи. Соберем. И, в принципе, все. Очень большой диван. Так что, у кого большая квартира, советую именно этот диван. Диван марки Bosch. Это не реклама. В процессе подъема отлетели вот ножки. Отлетела одна. Ткань не впитывает в воду. Раз и новая опять. Цена этому удовольствию где-то 40 тысяч. Так. Ничего, ребят. Поспали уже ночь после покупки дивана. Ну, ощущения вообще крутые. Вот он здоровенный, как я уже говорил. Тут, если так посмотреть, то здесь даже 3 спальных места. То есть вот он в разложенном состоянии. Вот. И еще вот там вот место одно. Оно может тоже туда человек входит. Ну, с меня ростом где-то такой. Так что, вот так вот. Ну, ремонт на этом не заканчивается. Нам еще нужно вот плентуса на потолок, на низ, туда вот какой-то хлам отсюда убрать. Вот это вот кресло. Вот это кресло. Вот это вот здесь стоит. Все это уберется. Да, вот это вот машинка. Это швейная машинка, кстати, кто не знает. С СССРовских времен еще. Там она все работает. Вот. Все будем это куда-то девать, думать. Со временем, конечно, уберется. Вот. Ну, и, собственно, это моя новая съемочная площадка, так скажем. Буду записывать теперь ролики здесь. Ну, а эксперименты, которые дымные, вонючие, там, не знаю, неприятный запах какой-то доносят. Вот. Балкон у меня теперь есть. И я теперь все буду снимать без проблем. Никто мне мешать не будет. Кстати, на балконе тоже хлама много. Вот уже, как вы видите. Все это уберется. Все это помоется, отмоется. Балкон, я думаю, мы застеклим. До этого стеклил мой батя. Это было очень давно. Еще застеклено деревяшками и вставленные стекла. Вырезалось это все ножовкой и стеклорезом. Вот. Ну, в целом, как-то так. В дальнейшем план сделать всю квартиру. Ну, ремонт нужен везде. У меня такая аварийная квартира, можно сказать. Везде все будем менять. Туалет, ванна, кухня, спальня еще. Коридор еще, прихожая будет. Так что не пропускайте. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите комменты. Не забывайте. Это для меня очень сильный стимул что-то делать дальше. Так что с вами был Валдис. Вы были на канале Валдис Лайв. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok